«Ты не один, не быть забытыми» – сами названия этих проектов звучат как слова поддержки, только за ними реальные действия, которые помогают сделать чью-то жизнь лучше и комфортнее в самых разных сферах. Социальные проекты посвящены многим направлениям – от благоустройства городских территорий до сохранения регионального культурного наследия. Сотрудники общества проводили благотворительные акции, обучающие занятия, помогали ветеранам и детям-сиротам. Вообще общество «Коспром Трансгас Ухта» славится своими социальными проектами, и этих проектов с каждым годом становится все больше, они становятся все амбициознее, за что большое вам спасибо. Но самое главное – общество заряжает своим традицией, такой хорошей, своих сотрудников, и становится все больше проектов, которые делаются не просто коллективом, но и очень много проектов, которые делают волонтеры, придумывают эти интересные проекты. «Факел добра» зажигают второй год подряд. Масштабы конкурса заметно выросли. Если в 2018-м поступила 51 заявка в 8 номинациях, то в этом году заявок уже 78. Поражают масштабностью и проекты. К примеру, обладатель гран-при этого года Михаил Труфанов – отец 13 детей, из которых двое родных и 11 приемных. Он представил проект «Детская деревня Вологодской области». Мы живем в детской деревне, в Вологде. Таких деревень в России шесть. И вот в Вологде есть такая деревня. У нас в деревне около 40 детей. То есть каждая семья воспитывает 7 или 8 детей. Несмотря на обширный список конкурсных требований, все проекты им более чем соответствуют. Выбирать лучших было крайне сложно, признается генеральный директор предприятия, председатель конкурсной комиссии Александр Гайворонский. В этот раз в отдельную девятую номинацию выделили проекты, которые еще предстоит реализовать. Среди дипломантов этой номинации – работники Синдерского линейного производственного управления магистральных газопроводов, которые вернули к жизни целый учебный класс технологий в местной школе. Полученный грант позволит продолжить масштабный ремонт в классе. Ситуация была в том, что в школе с 1994 года отсутствовали труды для мальчиков. И, соответственно, в течение 24 лет класс пустовал, класс был заброшен. И у нас был специалист газокомпрессорной службы, энтузиаст, который реставрирует станки. Он реставрировал более 10 станков. Это были токарные станки, деревообрабатывающие. В числе полезных и важных проектов есть и те, которые касаются непосредственно Ухты. В целом в факеле добра участвуют авторы добрых инициатив из разных уголков нашей страны в зоне производственной деятельности общества «Газпром Трансгаз Ухта». От республики Коми до Ярославской области. Каждая идея прорабатывалась с учетом потребностей и особенностей регионов. Поэтому оценка работ далась жюри непросто. Как измерить любовь, как измерить доброту, как измерить ваше милосердие, это очень сделать сложно. Поэтому, безусловно, мы где-то были субъективны, но стараясь быть объективны максимально. Торжественная церемония награждения – лишь вершина айсберга. За каждым проектом колоссальная работа сотрудников. Это взаимодействие с населением для выявления самых актуальных проблем, переговоры с администрацией населенных пунктов для поиска самых востребованных направлений помощи и множества других деталей. Но самое главное – работа над этими идеями после подведения итогов конкурса не прекращается, а набирает обороты, и факел добра продолжает греть людей дальше.